Находим сухие веточки. Ничего страшного, если мы отломим. Веточка чем ровнее, тем лучше, тем дальше поплывет кораблик. Там можно быть, вот обратите внимание, она без коры, никакой коры на ней нету. Длинный слишком делать не надо. Подходим ближе. Вот это пихта. И ищем на пихте небольшие пузыречки. Вот из них ископлена смола. Прямо веточкой прокалываем ее. С одного пузыречка достаточно взять немножко, совсем громую лючку. Вот это два кораблика, которые можно удивить своих детей, показать, привить любовь к природе. Им будет интересно. Два кораблика готовы. Сколько-то они поплывут. Вот с одной стороны смола веточки, с другой стороны ее нет. Кладем ее в воду, и кораблик начинает плыть, потому что смола начинает по воде растекаться пленочкой. Сейчас я вам покажу на своих. Давай. Ты видишь, что неправильно положила? Вот ее надо положить, чтобы он вперед его толкал. Попул, смотри. Вот еще. А если приглядеться, то видите такое маслянистое пятно, как будто нефтяное. Но это смола от дерева пихта. У меня радуга получилась тут. Да? Типа радуги. Ну, надо побольше смолы. Да и она, видите, включилась, смотри, как была. А у меня вот так вот это получилось. И иногда получалось вообще классный кораблик. И они долго-долго и ровно плыли. Но для этого веточка должна быть ровная. Субтитры сделал DimaTorzok